Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из шатра Авраама. И сегодня мы начинаем изучать вторую главу Торы, которая называется Ноах. Очень важный момент, так как у нас уроки Торы для всех желающих, не только для еврейского народа, то вот эта книга Берешит, она имеет особенное значение. Почему? Потому что в ней нет еще ни евреев, ни неевреев, есть просто люди. И есть, как говорят, Тора, это книга стереотипов, архетипов точнее. Поэтому все принципы, они подходят для любого человека, нет разных споров, для какой национальности. Поэтому очень важные главы, вот чтобы получить основание какое-то, да. И мы начали новый цикл. Я хочу сказать интересный момент. Вот был праздник, Симха Тора называется, радость Торы, танцы Торы. Это заключительный день, когда мы в один день заканчиваем читать последнюю главу книги, пятикнижия. И начинаем первую. Вот, и мне выпала честь быть вызванным к Торе, потому что есть такая традиция в еврейском народе, что каждый человек должен получить вызов к чтению Торы. И мне как раз, ну, я считаю, что это честь, выпала последнюю главу Торы быть вызванным к этому моменту. И мы знаем, что последняя глава Торы, вызов от Габраха, называется «И вот благословение». И вот благословение. А потом мы тут же перематываем свиток и начинаем первую главу Торы. Я как раз стоял, когда перематывали свиток, вот так знаете, ну, свиток с одного начала на другой конец целый. Я так стою, смотрю на эти буквы, как они мелькают. И думаю, ёлки-палки, сейчас перед моими глазами проносится вся история человечества. Так интересно свиток перемотали, все буквы. Так посмотрю, и начали сразу первую главу. Почему так делается, чтобы было понятно, что Тора это круг, она вечная, она не заканчивается, изучение Торы никогда не заканчивается. И как один человек интересно обратил внимание, почему мы, читая тут конец, который называется «И вот благословение». И тут сразу же начало, чтобы мы знали, куда мы идем и что для этого надо делать. Что нас ожидает благословение, но надо знать, как к нему идти, как к нему добраться. Вот. И хочу немножко вспомнить первую главу, с которой мы начали, о которой мы говорили на прошлой неделе. Которая называется и начинается с таких слов, что «Вначале Бог сотворил небо и землю». И почему говорю, что буквы перемешнули? Знаете, на иврите, я сам не читаю на иврите, к сожалению, но это же целая история. Это буквы с огласовками, как бы буквы слаживаются, как кирпичики в слова. И это все, как говорят, это не просто информация, это ДК мироздания. Надо разобрать каждую букву, каждую огласовку. Вот. И поэтому вот это слово вначале, оно на русском языке имеет, как бы, понятное, простое значение. Но на иврите вот это слово «берейшит». И мы знаем, что еврейские буквы, они же цифры. Да, вот как по-русски пишется «цифра один», мы пользуемся римскими цифрами. А на иврите буква «бет», она же «двойка». То есть, если мне надо написать двойку, то мне надо написать букву «бет». И получается, есть такой скрытый комментарий, их очень много комментариев. Но я немножко хочу сегодня, чтобы мы оттолкнулись еще от первой главы. Вот это «берейшит», вот это буква «бет», она же «двойка». И скрытый комментарий, так объясняют нам наши мультицы, что два мира создал Бог. Там начинается так, вначале сотворил Бог небо и землю, и так далее, и так далее. Два мира создал Бог. И здесь есть очень множество комментариев, буквально несколько из них. Что значит два мира? Два параллельных мира, мир духовный и мир материальный. Другой комментарий говорит, что двойственного человека создал Бог. Дальше мы увидим, что Всевышний создал человека. Да что такое человек? Вот если я вот так на себя посмотрю, вроде один. А если задумываюсь, когда мне будет 120 лет, и меня определяет, откуда вышла моя плоть, то душа моя выйдет и вернется к Богу. Получается, прям не совсем я один, как кажется. У меня есть душа, и у меня есть тело. И у души есть свои желания, потому что она небесного содержания. А у тела есть другие желания. Поэтому у человека есть всегда тоже вот эта двойная жизнь, двойные желания. И даже человек может поразговаривать сам с собой. И так написано, вот отсюда же берется, дальше сказано, что Всевышний говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Кто-то это перевел, как вот троица, ну разные есть комментарии. Ну там есть разные комментарии, но один из комментариев, который мне очень нравится, с кем же разговаривал Всевышний? На уровне замысла, когда он замышлял, пока еще не было человека. Он говорит, сотворим человека, то есть он с кем-то размышляет на уровне замысла. А потом, когда он создал человека, написано, и создал Бог человека, уже идет единственное число. Один комментарий мы разбирали на прошлом уроке, что Всевышний разговаривал с ангелами. А второй комментарий, что Всевышний разговаривал прямо с душой человека. О чем он ему говорит? Всевышний создал душу человека и говорит, сейчас ты пойдешь в тело. И мы вместе с тобой сотворим человека по образу и подобию нашему. Ты, душа, будешь взаимодействовать со мной. И будешь влиять на тело, на поведение человека, на образ его мышления и на подобие его чувств. Чтобы не был сам человеком. Двойственный человек, а? Он сам не был человеком. Кто? Иисус. Причем здесь Иисус? Иисус. Бог, Бог не был человеком. Но вы как думаете? Если вы говорите нет, зачем вы тогда задаете такой вопрос? Разве может Бог быть человеком? Написано, Бог не человек, чтобы ему там многие... Как Бог может быть человеком? Бог это тот, который все сотворил. Небо и землю. Мы сейчас говорим про первую главу Торы. И там вообще то, что вы говорите, не упоминается даже. Вот. Поэтому здесь нету речи сотворим человека. И говорится, что Бог создал человека там, где Он создал человека. То там Бог идет уже в единственном числе. И сказано, что Бог не посылал дождя на землю. Что все уже, замысел был готов. Земля была, растения были. Но они еще не вышли наружу. Почему? Потому что не было человека, готового возделывать эту землю. И когда Всевышний уже вдохнул душу в человека, создал человека, и тогда человек помолился Богу, и тогда пошел дождь. Пошел дождь, и тогда произросла семень, которая была уже запланирована. Такое вот взаимодействие. То есть я хочу, чтобы мы вот к этой букве Б присмотрелись. Что два пути, две жизни. Следующий момент, говорится, что двойную Тору дал Бог человеку. Ведь Он хочет взаимодействовать с человеком. Двойная Тора есть Тора письменная, в которой есть прямые указания. Это разрешается, это не разрешается. Это так делать, это так делать. Это в принципе для тела, ну для поведения, если так можно сказать, указания. Указания к действию. Что такое устная Тора? Устная Тора, она влияет на наши мотивы. Она влияет на внутреннее состояние. Она влияет на мои эмоции. И это тоже очень важно для гармоничного состояния человека. Важно, чтобы было и душа, и важно, чтобы было и тело, и поведение. Следующий момент. В прошлый раз мы говорили о двух видах света. Помните? Свет первого дня. Что Всевышний в первый день сотворил свет. А в четвертый день появились светила. То есть только в четвертый день в материальном мире, в котором мы находимся, мы смогли свет этот увидеть. И у нас появились дни, у нас появились недели, у нас появились месяца, у нас появились годы. То есть этот свет стал работать в материальном мире. И это тоже два разных света. И еще объясняю наши мудрецы. Я хотел бы вот сейчас заострить внимание на этом комментарии, что два пути дал Бог человеку. О чем идет речь? Вот идут, надо представить сейчас себе, идут по дороге два человека. Абсолютно одинаковые, может быть даже в одном костюме. Но один может быть праведник, а другой может быть злодей. Правильно? Можно быть даже так сказать. Идут в одном направлении, но один закончит раем, другой закончит адом. Ну это так, чтобы сразу вас перепугать. То есть два пути. Выглядят одинаково. У того душа и тело, у того душа и тело. Но занимаются разными вещами. Но этого не видно. Так же? Два пути. Путь праведника и путь грешника. Вот. И давайте мы рассмотрим. Вот наша глава сегодня Ноах, она говорит о вселенской катастрофе. Можно сказать о очень серьезном и жестком наказании, который Бог усмотрел для человечества. И как бы мы понимаем, что милосердный Всевышний, он же и милосердный в том числе. Он и судья справедливый, но он и милосердный. Почему же такое строгое наказание? За что вообще? Нам сегодня важно не столько историческую информацию получить, а получить принципиально. Как это ко мне относится? Вот эти два пути. Как пойти по правильному и не пойти по тому, по которому пошли первые люди? Вы знаете, нам сегодня с какой-то стороны проще живется, вот даже чем Адаму. Хотя Адам был создан самим Всевышним, да? Но у Адама не было Торы. У Адама не было негативного опыта других людей. А у нас есть история, у нас есть негативный опыт Адама. У нас есть негативный опыт Каина. У нас есть негативный опыт всего того, чего мы читаем. И когда мы это все читаем и изучаем, мы можем взять себе отсюда силу, чтобы этого не делать, чтобы разобраться, чтобы понять, чтобы даже возненавидеть это зло. Так же? Вот. Давайте немножко динамику вот рассмотрим, как люди приближались к потопу, как развращалось человечество, ведь люди были же созданы нормальными. Мир был создан нормальным. Мы читаем Эдемский сад, Райский сад, замечательная жизнь, семья. Да. Растите детей, воспитывайте, возделывайте сад. Пожалуйста, живите, радуйтесь. Только вот какие-то есть запреты, только не нарушайте то, что разрушает мир. Это и есть идея вот этого дерева добра и зла, который Всевышний запретил кушать. С чего же началось? Мы увидим, что первую точку положила Хава, жена Адама. Поэтому до сих пор французы используют такую фразу «шершель афам». Вот, потому что так сказано, что она увидела вот это дерево, которое Всевышний запретил кушать, эти плоды. И она увидела, что оно усладо для глаз и вожделенно для развития ума. То есть тут очень интересный момент. Оно было усладо для глаз, красивое на вид все. И она начала размышлять, оно давало знания. Она начала размышлять, что почему же запретили, ведь красивый плод. Ей, конечно, помог змей. Он подкинул ей идею, добавил ей, добавил. И она пошла за своим умом. То есть что тут происходит? Она попыталась своей логикой опровергнуть божественный запрет. Своей логикой. Понимаете? Потому что Божьи законы, вот нельзя и все. Почему? А хочется. Ну, например, запрет прелюбодейства. Ну, почему человек не может спать с замужней женщиной, если она сама, например, хочет с ним заниматься интимными отношениями? Это же нелогично. Любой человек, вот если он не будет отталкиваться от божественного, он скажет и красивое, и я хочу, и она хочет, и никто не узнает. И вообще все хорошо. Ну, почему нельзя? Кто сказал, что нельзя? Ну, логично же. И так можно оправдать любую ситуацию. Когда человек идет за собственным разумом, он, к сожалению, может убедить себя, рассказать себе, если ему нравится, если ему это хочется, то он очень спокойно может себя убедить и все себе рассказать. Вот. И потом что? Когда она это сделала, она так же дала и мужу своему, потому что одно и же скучно, вот, она так же дала и мужу своему, да, и мы видим, как дальше человечество начинает потихонечку вот это зло, которое вошло в мир, оно начинает потихонечку через этих людей распространяться. И первое, куда оно пришло, конечно же, в их семью. Правильно? Пришло наказание, сказано, что и изгнал человека Бог из сада, вот, и все закончилось очень нехорошо. Да, то есть они потеряли вот тот образ жизни, в котором они находились. Вот. И дальше конфликт начинает развиваться, конфликт приходит в их семью, два сына, Каин и Авель, или Гевель, как правильно его зовут. Вот. И у них начинается конфликт. Причем, хочу вам заметить, что конфликт начинается на религиозной почве. Вот я как-то раньше это не замечал, а потом как-то однажды задумался и увидел, елки-палки, они же не подрались за недвижимость. Они не подрались там еще за что-то. За что они подрались? Они подрались на жертвенники у Всевышнего, чью жертву Бог принял. То есть религиозная разборка, да? Мы видим, как это сегодня тоже работает. Религиозные разборки, они самые страшные. Вот, они есть основа всех основ, правильно же? Вот. Давайте посмотрим. Я сегодня выписал специально несколько мест, ну, чтобы мы ощутили, как происходил этот диалог. Что сказал Всевышний Каину? Кровь брата твоего вопиет от земли. Вот слушайте внимание. Он же его когда убил, он его в землю спрятал. Всевышний пришел и говорит, а где же брат твой? Он говорит, разве я сторож брату своему? А Всевышний говорит, а нет, кровь брата твоего вопиет от земли. И ныне ты проклят от земли, которая отверзла уста свои, чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда будешь возделывать землю, она больше не даст тебе силы. Смотрите, что интересно. А бизнес Каина, ну бизнес, современное слово, да, труд Каина какой был? Земледелие. Он был земледелец. То другими словами Всевышний говорит, раньше ты хорошо зарабатывал, ты возделывал эту землю, она приносила тебе урожай. Но теперь ради того, чтобы вот на этой земле ты туда своего брата, и неродившиеся поколения твоего брата, она вопиет. Ну вопиет из-под земли. Ты не дал родиться целому поколению, убил своего брата. И теперь эта земля, она больше не даст тебе силы. То есть твой бизнес окончен. С этого момента у тебя начинается совершенно другая финансовая возможность. Я специально беру слова сегодняшнего времени, потому что нам важно понять принципиально, как оно работает. Знаете, сегодня же тоже, вот люди часто конкурируют. Есть здоровая конкуренция, которая подпевает человека делать лучше, делать красивее, делать быстрее, да, какую-то продукцию. А есть нездоровая конкуренция. Когда человек ради того, чтобы остаться один в этом бизнесе, он начинает заниматься наговорами, подстрекательствами, какими-то негативными явлениями. И фактически сживает другого человека со свету, да. А сам хочет быть счастливым и думает, теперь я буду богатым, теперь я тут остался один. Да, возможно, какое-то первое время он что-то и заработает. Но только так оно не работает. Почему? Потому что написано, что Всевышний все видит. И если ты отнял хлеб беззаконным путем у других людей, то точно твоя земля, она перестанет приносить тебе плоды. Да? Вот. Поэтому дай Бог, чтобы это все было не про нас, чтобы это были для нас правильные уроки. Вот. И Всевышний говорит, что земля не даст тебе силы, и ты будешь неприкаянный на земле. Более того, ты еще теряешь свое нормальное положение, которое у тебя было. Откуда берется слово «неприкаянный»? От слова «каин». Вот. И что сказал Каин? Смотрите, интересный момент. Каин тут как бы раскаивается. Он говорит, «Велика вина моя, непростительно. И вот ты сгоняешь меня с этой земли». И смотрите внимательно, интересные слова. «И от внимания твоего я буду скрыт, и вечную с китайцем буду на земле, и всякий, кто встретит меня, убьет». Как этот процесс? Вот тут процесс прямо показан. Когда Всевышний говорит, я прогоняю тебя от своего внимания. Мы часто говорим, призри на меня светлым лицом своим, обрати на меня свое внимание, и благослови меня, да защити, благослови, помоги, и так далее. А тут он говорит, я буду скрыт от того его внимания, буду скитаться, и любой сможет, то есть я буду предоставлен воле случая. Это наказание, когда человек отказывается от прислушивания к законам Всевышнего. Всевышний говорит, «Хорошо, живи как хочешь, будешь ловкий, повезло, кто-то нашелся лучше тебя, круче тебя, не повезло, и некому будет тебе обратиться за помощью, потому что я не обращаю на тебя внимания». Каин сразу все понял, и он просит у Бога прощения. И Всевышний, мы можем тут увидеть, что за признание вины, вы можете проверить, это находится глава Берешит, четвертая глава, книга Берешит. Вот, и там написано, что за признание вины Всевышний дает отсрочку, чтобы не убили Каина на семь поколений. Раньше же люди жили около тысячи лет, да, дает ему отсрочку на семь поколений. И в дальнейшем мы можем увидеть, что он был убит своим родственником, там, прапраправнуком, которого звали Лемых. Вот. Интересная история, Лемых был слепой, на то время он уже ослеп. Да, его внук водил на охоту, но руки у него были крепкие. И внук высматривал дичь, и потом направлял лук, а Лемых стрелял. И однажды он увидел выступ там за камнем, и взял, направил руку, тот стрельнул, и кто-то крикнул, ой. Он приходит, говорит, ёлки-палки, это же наш родственник Каин. Вот так он, Каин, закончил свою жизнь, через семь поколений. То есть, как Всевышний сказал, то так оно и произошло. А потом этот же Лемых взял и случайно там хлопнул от злости и убил своего внука так же сам. И пришел расстроенный домой и своим женам это объявил. Кстати, Лемых идет следующий в нашей цепочке вот этого вот, как зло приходило на землю. Не сказано, что первый Лемых был, или просто о нем написали, так как он продолжитель рода Каина. Сказано, что он взял двух жен, Аду и Цилю. По крайней мере, это первый человек, о ком нам, ну, показано в прямом смысле, да, в написанной Торе. Вот. Сказано, что он взял себе двух жен. И сказано, зачем. Одна у него была жена для хозяйства, а вторая была для сексуальных развлечений. То есть, то, что сегодня называют любовница, да, более того, сказано в Медрышах, что он специально давал ей пить специальные травы, специальные напитки от бесплодия. То есть, она у него была только для секса, а другая была у него как по хозяйству, ну, как жена, да, вот, с которой он рожал детей. Вот. И поэтому там сказано, что у нее была очень угнетенная жизнь, чувствовала себя, она очень угнетенно, потому что она была как домохозяйка, а та была у него для развлечений. То есть, вот так вот начался разврат, все это дело очень старинное. Вот. И дальше мы видим, как зло распространялось на земле. Вот. И сказано, что увидел Бог, что велико зло человека на земле. И сейчас хочу ваше внимание на вот эту фразу. Мы ее сейчас разберем, потому что это тоже архетип. И сказано, что весь образ мысли человека, весь образ мысли, сердца его зло во всякое время. То есть, на земле появилось злодеяние зло. Вот так Всевышний посмотрел и вот так. Говорит, ой-ой-ой-ой. Что же делать с этим человечеством? Образ мысли, сердца его зло во всякое время. Я специально, знаете, когда Тома читаешь русский перевод, я специально взял на иврите этот перевод и у нескольких человек спросил комментарий, вот дословно или нет. И там есть разные переводы, но они все сходятся к одному, но мне понравился вот именно вот этот образ мыслей сердца зло во всякое время. Смотрите, во-первых, вот разобрать по словам. Вот во всякое время, да, во всякое время мы можем понимать, что бывают какие-то эпизоды, когда вот какое-то время люди говорят, вот в нашем времени это считается зло, а пройдет какое-то время на этой же земле. Смотришь, то, что вчера считало зло, сегодня узаконенные вещи, например, да, ну, например, взять простейшие вот однополые браки. Прошло время на этой же земле, то есть во всякое время, да, а тут было зло во всякое время. Вот. и образ мыслей, что такое образ мыслей сердца, зол, да, образ мыслей сердца. Я когда прочитал вот это выражение, я прям как картинку увидел, смотрите, образ мыслей, откуда берется зло, откуда берется поведение, откуда все вот это вот берется. Мы можем увидеть, как Ева, и сравнить, как это происходит сегодня. Она увидела, она начала фантазировать так же, и к ней пришло желание образования мыслей. Смотрите, что происходит у нас сегодня. Вот рождается человек, да, на что он смотрит? Он смотрит вначале в своей семье, потом на улице, потом по телевизору большую часть, потом в интернете большую часть, да, как говорят, самое то, что негативно, оно привлекает больше всего. То есть человек начинает вариться вокруг негативной информации, сверстники, улицы, образуются у него мысли, потом он начинает фантазировать, глядя на всю информацию, которая нас окружает, а сегодня в основном это телевидение, рекламы и так далее. У него образовывается какое-то мышление, потом формируются эмоции, да, у него появляются какие-то желания, какие-то чувства, какие-то, и это приводит его к какому-то определенному поведению. То есть это формула. Вот. Поэтому это очень интересная формула, ну, она нам подсказывает, как воспитывать детей. Вот слава Богу, я вам пример расскажу, но мы когда попали в еврейскую общину, я же помню, вот, как вот это все влияло на меня, школа, там улица, дети, то мы что сделали? Мы сразу своих детей постарались окружить, ну, какими-то хорошими людьми, какими-то хорошими действиями, да, слава Богу, чтобы они общались с верующими, чтобы всякие какие-то лагеря были, чтобы какие-то занятия были, то есть вокруг них должна быть нормальная, полезная информация, потому что то, вокруг чего и с кем они общаются, это образовывает их мышление и формирует их чувства, а потом это все работает на поведение, правильно? Как получается, когда человек узнает новую информацию, когда он учит, когда он общается с такими же людьми, он видит, что он не один, да, и что, например, ну, вчера ему это нравилось, сегодня он понял, что это плохо, да, и он потихоньку, потихоньку, как переобразовал свое мышление, и он может завтра начать ненавидеть то, что вчера обожал, бывает же такое? Вот это и называется то, что Всевышний сказал, я и ты, мы вместе сделаем тебя, потому что когда душа воспринимает слово Всевышнего, когда ум размышляет над этим, то меняются эмоции, меняются чувства, и человек начинает ненавидеть то, что любят другие. Так произошло с Ноахом, когда намечался поток, и Ноах строил свой ковчег, все говорили, ты что, идиот, вот скотоложество это хорошо, прелюбодействие это хорошо, воровство это хорошо, грабеж это хорошо, ты посмотри, ты один, ты отсталый и никакой. А Ноа говорил, у меня другой образ, другое мышление, я иначе мыслю, моя семья иначе мыслит, мы иначе, наше поколение, наши предки научили нас верить Богу, Он не смотрел на других людей, и Он сумел в этом устоять. Вот, теперь немножко вернемся, вот сказано, что наполнила земля злодеяниями, да, вот, и Всевышний посмотрел и сказал, Он поставил как бы последнюю точку, и сказал, не вечно может человек пренебрегать законами Творца, то есть мы видим, что есть у Бога терпение, потом есть долгое терпение, например, как Каина, да, он его не наказал, сразу дал ему отсрочку на семь поколений, но тут он уже посмотрел, что конец всякому терпению, и говорит, все, не вечно быть пренебрегаемым, накажем это, ну, накажем это человечество, вот, а теперь немножко давайте вот проанализируем этот процесс, глава Ноа начинается с таких, точнее, барышит, заканчивается такими словами, что и увидел Бог, что растлилась земля, ибо извратилась всякая плоть на земле, смотрите, растлилась земля, ибо извратилась всякая плоть на земле, тоже по-русски тут понятно, но на иврите здесь еще более понятно, но более интересное есть, вот, вот это слово растлилась и извратила всякая плоть, что такое растлилась по-русски. И Раши комментирует так, что вот это слово растление, это не просто извращение, а это вместе идолопоклонство плюс разврат. Идолопоклонство плюс разврат. Потому что раньше самое первое, что начали люди, это идолопоклонство. То есть, когда они отвернулись от Бога и сказали, что есть какая-то другая сила, есть еще какие-то силы, которые тоже работают, да? И они стали поклоняться другим Богам. Вот. И здесь вот это вместе. И раньше это было очень популярно, что вот эти все оргии, развратные все действия, они были возведены даже в божественную какую-то, ну, понятно, что это не в того Бога, который сотворил небо и землю. Были храмы специальные, вот эти все эти жрицы, все вот это вот было в древнем мире очень развито. да? Вот. И у нас, например, есть интересный пример тоже, вот, посмотреть, откуда корни идут. Помните, когда еврейский народ шел по пустыне, и они блудодействовали с мавитянками. Из-за этого пришло поражение, там 24 тысячи народа умерло. Ну, что там происходило? Там не просто был разврат, там был разврат вместе с идолопоклонством. Да? Мы когда-то это изучали, что они приходили к этим мавитянкам, они остановились в пустыне, вышли красивые женщины, торговали, они заходили к ним в палатки, выпивали немножко горячительных напитков. И те предлагали им интимные развлечения, но только после определенного идолопоклонения. Идолопоклонения у них было такое, был специальный такой идол, типа горшка. И туда надо было порожниться. Да? Сегодня дико это звучит, но в древности вот такой был обряд. И евреи, конечно, смеялись над этим, они не считали это идолопоклонством. Но, по крайней мере, они это делали. Вот, и они с ними развлекались. И получил Всевышнему это не понравилось. И как описывают наши мудрецы, что это за форма идолопоклонца. Ведь в каждом идоле есть какой-то смысл. Да? То у них была такая идея, что все, что естественно, все не безобразно. Все дозволено. Раз все сделал Бог, то все можно. Это же Бог допустил, чтобы и все, все, что естественно, все не безобразно. Да? Вот это вот как раз тут говорится о этих двух путях. Двух путях. Потому что те люди, например, первые, они и с животными у них было нормально. Извратило вот всякое плоть. Что это значит? Люди занимались интимными отношениями с животными. Отсюда мы можем видеть много наскальных рисунков. Вот я не знаю, откуда это взялось, но я так подозреваю, что, наверное, вот те поколения потопа, которые выжили, семья Ноха, они же передали человечеству какую-то информацию, откуда у нас есть вот в разных-разных древних странах и манускриптах. Эти рисунки там, где кентавры ходят, человек с головой человека, с корпусом лошади, допустим, или корпус человека, голова волка, и так далее, и так далее, и так далее. Люди занимались интимом с животными, всякое плоть, и животные с разными видом животных. Когда комментируют раньше, что Всевышний сказал Ноху, возьми в ковчег породу своему животных, то сказано, что тех, которые не загрязнились вот этой вот генетикой, те, которые лошадь, которая осталась лошадью, которая не занималась там с лосем и так далее. Представляете, насколько все вот это было вот так вот переполнено. И здесь мы можем увидеть вот это вот два пути, да? Два пути, вот как думали майвитянки вот эти, да? Какой образ мышления у них был? Живи, один раз живем. Все, что можешь у жизни, все, что естественно, все не безобразно. Все пробуй, все напробуйся, все делай. Есть возможность, воруй, можешь, гуляй. Делай все, что хочешь, один раз живем. Какой другой образ пути, совершенно другой, что знаешь, что этот мир супермаркет. Ты можешь делать все, что хочешь, но на выходе у тебя попросят счет, попросят отчет, попросят рассчитаться, да? И так живет верующий человек. Воруй, не хочу, почему бы, потому что я знаю, перед кем я стою и кому я дам отчет. Я знаю, что жизнь вечная, что моя душа потом станет перед тем, кто ее создал. И меня спросят, зачем ты это делаешь? Я буду наказан за это. И вообще я расстрою своего Бога, да? Вот это два образа мышления, два пути, которые есть сегодня среди людей. Вот. И мы видим, что все человечество пошло по вот этому второму пути. И Всевышний сказал такие слова, что «Конец всякой плоти настал передо мной, полна земля грабежом из-за них, и вот я истреблю их землей». Интересный момент, да? Вначале началось идолопоклонство, потом начался разврат, и точку поставило, когда Всевышний увидел, что люди начали грабить друг друга с жестокостью. Вот так переводит Раша, да? Начали забирать собственность друг у друга, отбирать имущество друг у друга, делало все это с жестокостью. И Всевышний сказал, вот я истреблю их с землей. Мы видели, был приговор, что не даст земля больше своей силы, да? И Раша объясняет, что такое истреблю их с землей. То есть он не только их истребил, но Всевышний еще вот этот потоп, который пришел на землю, он землю нарушил. Сказано так, что три ладошки земли было размыто и смыто водой. А это самый плодородный слой. Раньше земля приносила совсем другой урожай. В то время один раз садили урожай, 40 лет пожинали. Не было такого, что человек работал вот так, как принято, в поте лица. Это то, что произошло уже в результате проклятия. Вот. Потому что была нарушена вот эта вот земля. Вот. И что мы еще видим? Мы видим, что даже после приговора Всевышний ждал 120 лет. Вот уже вынес он вердикт. Сказал, вынес приговор. Но 120 лет Всевышний ждал, что люди раскаются. Откуда мы это видим? Мы это видим из самого наказания, что Ноах строил ковчег этот 120 лет. 120 лет. Задают вопрос мудрицы, а что нельзя было, зачем Ною надо было так долго работать и трудно. Представляете, 120 лет. Это же огромное количество времени. Почему нельзя было за неделю? Ведь мы видим, что Всевышний сверхъестественно же ему помогал. Ну, например, когда Ноя хотел уплыть уже, то хотели люди ворваться и разбить этот ковчег. То сказано, что вышли тигры, вышли львы, вышли медведи, разрывали каждого, кто подходил к ковчегу. То есть это было сверхъестественное явление с небес. То почему Всевышний не мог сделать так, чтобы Ноах за неделю построил ковчег? Зачем мучиться 120 лет? И объясняют мудрицы, что Всевышний дал 120 лет людям на исправление. Он строил ковчег, люди приходили и говорят, «Ной, что ты делаешь? Идем гулять, идем веселиться. Что ты выдумал?» И Ноах им рассказывал, говорит, «Всевышний, вот это зло, которое вы делаете, Всевышнему надоело, и Всевышний пошлет потоп, и все человечество погибнет. А у вас есть возможность покаяться, перед ним спастись. Но ни один человек, сказанно, его не послушал. Все смеялись над ним. 120 лет люди были жестоковыны. Вот. Вот такая вот история. Мы можем тут увидеть, и как долготерпеливы Всевышний, и как жестоковыны люди. Если посмотреть все это, глянуться вокруг нас, мы можем увидеть все те же самые вещи и сегодня, только в других каких-то форматах. Вот. У нас есть вопрос, как выйти вот из этого порочного круга, да, когда человек, не дай бог, его окружают вот такие вот обстоятельства, что кругом одни, одно зло. Вот. То выйти из этого круга точно можно. У нас есть, например, хороший пример Авраам. Так же. Авраам родился в среде идолопоклонников. Вот среди тех людей, которые потом обратно развратились, у него была семья идолопоклонников. Папа занимался бизнесом, продавал идолов сам. Вся страна была идолопоклонников. Но Авраам как-то он задумывался, он просто пошел против всех, да, он научился молиться Богу, общаться с Всевышним. Он понял, что есть Всевышний, что не все просто так на этой земле. И Всевышний помог ему, когда он захотел, да, когда он просил Бога, то Всевышний все сделал, чтобы Авраам вышел из этого круга. А потом Авраам, куда он не входил, то везде люди разрывали вот эти вот греховные вещи, начинали общаться с Богом, начинали молиться, начинали стараться жить по заповедям. И вот Авраам, есть пример вот разрывания вот этого круга. Ну, так как Авраам, мы поговорим уже в следующий глав, вот, то мы сейчас посмотрим на примере Ноаха. Вот наша глава начинается с таких слов. Вот порождение Ноаха. Ноах, муж праведный был, непорочный в поколениях своим, с Богом ходил Ноах. То есть у нас есть вопрос, почему когда всех Всевышний, как говорится, наказал, то почему Ноаха он не наказал, а наоборот, он выделяет его, показывает его нам как пример, и сказано, вот порождение Ноаха. Ноах, муж праведный, непорочный был в своих поколениях, с Богом он ходил. То есть он шел как раз, мы говорим, что есть два пути, люди пошли по второму, все человечество, к сожалению. Вот, А Ноах оставался идти первым путем. Он ходил с Богом, написано. То есть, что это значит, и был праведный, вот, то есть, что это значит, что он не нарушал те законы, которые Всевышний оставил для людей. Не нарушал эти законы. Вот. И он так научил свою семью. Вот. Что такое был праведный в поколениях своих? Здесь есть две точки зрения. Мудрецы оспаривают. Одна часть мудрецов говорит, что в другом поколении, если бы он жил, например, в поколении Авраама, то его праведность была бы под сомнением. Вот. Что здесь среди грешников, он был лучший среди худших, как бы, да? Лучший среди худших. Другая часть мудрецов говорит наоборот, что раз он среди такого поколения умудрился остаться праведником, то там, где было уже попроще, там, где уже было много праведников, то он был бы вообще очень такой, как сегодня выражаются, крутой вообще праведник. Вот. Поэтому есть очень много на этот счет размышлений, просто мы об этом говорили в прошлых уроках, вы можете посмотреть на канале Ютуб Шатер Авраама, в прошлых годах, в позапрошлых. Мы там интересно разбирали вот эту вот праведность Ноха, сравнивали с Авраамом. Поэтому сегодня мы немножко не будем. Вот. Теперь, в чем заключалась его праведность? Мудрецы объясняют вот в этом выражении, вот порождение Ноха. То есть, как можно увидеть, праведный человек или нет? Вот мы сказали, двое идут по дороге, в одинаковом костюме, или за столом сидят, или в библиотеке, или в ресторане. Как понять, праведный человек, злодей? Да. То вот нам мудрецы объясняют, вот порождение Ноха. И вот это слово порождение, талдот на иврите, то оно имеет как бы двойную идею. Первая идея, что такое порождение? Это потомство. То есть, мы видим, что Ной, он воспитал своих детей. Три его сына. Да. Идеально, не идеально. Это впоследствии видно, что один оказался не идеальный. Но это нормальная история. Но, по крайней мере, вот в этом поколении они все помогали строить ему ковчег. Они нигде не ходили, нигде злодейством не занимались. Они были, он воспитал их в духе праведности. И это очень важно, потому что часто люди не задумываются над этим, что это задача человека воспитать следующее поколение, чтобы они жили праведной жизнью. Вот. А еще, вот это слово порождение, оно имеет идею добрые дела. Добрые дела. Да. Порождение. Ну, после человека, знаете, как человек живет, и есть какие-то круги по воде. Круги по воде. В чем его праведность? говорят, того он обидел, того он что-то отобрал, тому он нахамил, тому еще что-то, то какой же он может быть праведный человек? Да. А у другого посмотришь, тому помог, там что-то сделал полезное, там кого-то проведал, там что-то построил, там еще что-то хорошее сделал. То есть, есть какие-то дела, которые окружают этого человека. И глядя на вот такое, скажем, вот порождение ноха, он праведным, непорочным в своем поколении. И Всевышний посмотрел и говорит, вот это все зло и злодей, а вот этого вот со своей семьей, вот этого вот я возьму в ковчег, и от него произойдет новое человечество. Вот. Ну и так оно вот и произошло. Вот. И дальше мы видим, что Всевышний выбрал ноха, и он дает ему стратегию. Он говорит, сделай себе ковчег. Сделай себе ковчег. Дает стратегию ему, да, дает возможность такую, почему сказано, сделай себе. Он делал себе, и делал 120 лет, как мы уже сказали, но он дает возможность раскаяться другим людям в течение 120 лет. Дальше он дает детальный план. Вот если мы почитаем, вот сегодня, к сожалению, многие не верят, что Всевышний помогает людям, и в бизнесе, и во всех решениях вопроса и мысли дает, и идеи дает, и четкие какие-то дает. Просто надо спрашивать, надо ожидать, надо с ним коммуницировать. Вот я смотрю, дал полный детальный план, и помогал ему на всех этапах. Дерево такое-то возьми, столько-то локтей, такие-то ярусы, сделай три яруса, то для животных, то для отходов, то для твоей семьи. И сделайте так, сделай такое окно. Все по сантиметрам, дает ему полный детальный план. Вот. И потом мы видим, когда начинается потоп, он говорит, войди в ковчев, ты и вся твоя семья. И здесь мы видим спасение, что везде идет все плохо, а у ног и у его семьи идет спасение. Вот. Это мы поговорили, вот то, что написано в Торе, то, что видно прямым, прямым, как говорится, прямой идеей. А теперь я хочу вам предложить современный комментарий любанического рэбе, вот то, что для нашего поколения, как все эти архетипы, они работают сегодня у всех нас. Вот. И любавический рэбе говорит, что такое потоп сегодня. Сегодня потоп, мы можем воспринимать, это как заботы, связанные с заработком на жизнь. Вот так как земля, мы видим, стала другая, так как в результате вот этого грехопадения образ жизни человека изменился, и он стал в поте зарабатывать себе на хлеб. В поте это не значит, что у него потовыделение стало плохое. А в поте это значит, он столько трудился, что потел во время работы, а получал вместо абрикосов тернии волчицы, да. То есть трудоголик стал, а выхода никакого. Это наказание Всевышнего. Вот. И сегодня в наше время это еще у большинства людей работает. Правильно же? Поэтому рэбе объясняет, что потоп, это забота, связанная с заработком на жизнь. Для чего это дается? Что когда человек вот испытывает трудности в этом плане, рэбе объясняет, что из-за этого в человеке что-то надламывается. Что-то надламывается. Поэтому когда на него приходит вот эта забота, заработка на хлеб, да, что это чтобы смыть с него, вот как потоп, он смыл эти воды очищающие, смыть с него его эго, смыть с него его гордость, и чтобы смыть с него. И когда в человеке это надламывается, он начинает поднимать глаза на высоту небес. И он понимает, что не все от меня, не я такой сильный, не я такой гордый, не я такой способный, а на самом деле все от Бога. И именно вот эти заботы, они придавливают человека, и они очищают его душу. Вот. Дальше рэбе объясняет, что потоп делится на два вида. Если мы там присмотримся, то там написано, что открылись окна небесные, и отверзлась бездна великая. То есть, что это значит? Потоп как был? Вначале начала капать вода с неба, а потом открылись подземные воды, и все это соединилось. Раша вообще объясняет так, что 40 дней был дождь, и что Всевышний, когда начался дождь, что еще первый период дождя, если бы люди раскаялись, то это был бы дождь хороший. Ну, покапало, росил землю, и все. Но люди, даже глядя на дождь, люди все равно были злыми, и до последнего ни в какую. И тогда начался ливень, и тогда открылись бездны, и тогда вода с водой, все это соединилось, и все это поднялось выше гор. Там выше гор, есть тоже интересная идея, потому что гора, это как бы символ величия здесь рассматривается, и бывают люди, они говорят, ну вы там, конечно, у вас настигнут все трудности, да, а вот я, я же сижу в таком высоком кабинете, да, ну, например, простейший коронавирус, вот, да, в любой кабинет он зашел, и все надели маски, и никто не спасся ни на какой высокой горе, правильно же? Вот. Потому что есть вещи, когда начинается потоп, и когда Всевышний начинает, уже человек остается только раскаяться перед Богом, ему никакая высокая гра не поможет. Вот. И Ребе дает объяснение вот этим вот выражением, он говорит, вот эта бездна, это тревога материального характера, тревога материального характера, пропитание, ну, быт, безопасность, да, сегодня это очень давит человека, человек может иметь хорошие деньги, а каждый день дрожит, чтобы к нему не пришли, да. И вот это вот, все вот это вот угнетение человека, это на самом деле серьезное испытание, это бездна. Что такое небесные окна? Он говорит, это люди общественной деятельности. Вот. Мы знаем, что когда человек занимается общественной деятельностью, любой общественной деятельностью, да, это очень серьезная нагрузка на самом деле, Сегодня много книг таких пишут. Выгорание общественных деятелей. Психологи занимаются. Почему же люди выгорают? Потому что они занимаются общественной деятельностью. Это реально как потоп. Выгорание это как потоп. А потом он делает для людей что-то. Возвращается домой и видит наркомана сына. Пренебрежение семьи. Там все плохо. Как это все совместить? Чтобы и дома воспитать детей, и общественная деятельность. Это все время это настоящее наводнение. Настоящее наводнение. Общественная деятельность есть у всех. Все равно даже в маленьком понимании люди ответственны друг за друга. Потому что вот например Раши комментирует так выражение конец всякой плоти. Конец всякой плоти. Смотрите как мы можем понять это. Ладно ноах был один праведный. Но остальные же были разной степени злодеяния. Кто-то был очень злодей. Кто-то немножко злодей. И Раши так объясняет. Что люди ответственны друг за друга. Они вообще только жили своей жизнью. Никто не помогал другому. Никто не заботился другому. У них вообще не было вот этого вот идеи. А Всевышний так создал. Так создал. Что люди ответственны друг за друга. И когда человек не обращает внимания на проблему другого человека. Очевидную. А безразличен к нему. Так это может быть он и не злодей. Но он немножко все равно злодей. Потому что безразличие это тоже плохо. Поэтому тут сказано что конец всякой плоти. Что люди ответственны друг за друга. И они не обращали внимания друг на друга. Вот. И дальше что мы видим. А дальше мы видим рекомендация. Которая полезна для нас всех. Рэбе говорит. Вот это выражение. Кто погружен сегодня в эти воды. И в те и в те. То для него так же звучит вот это выражение. Войди в ковчег. И он ссылается на слова Баалшинтова. Основателя хасидизма. Который объясняет вот это слово. Скрытый смысл слова ковчег. На иврите это теева. А теева это слово. То есть что здесь дается нам как послание. Если ты ощущаешь на себе вот этот вот потоп. И тот и тот о котором мы говорили. Или один из них. То войди в слова. Войди в буквы Торы и молитвы. Войди в слова. Сегодня твой ковчег. Это слова Торы и слова молитвы. И дальше Рэбе объясняет. Что с самого утра. Когда ты просыпаешься. Когда ты просыпаешься. И говоришь утреннее благословение. Что благодарю тебя Господь. За то что ты сегодня дал мне проснуться. Вернул мне мою душу. Велико твое доверие ко мне. То есть веди меня сегодня в этом дне. Ты молишься Богу. И после этого ты вступаешь в эти бурные воды. Ты идешь в бизнес. Ты идешь на улицу. Ты идешь к друзьям. Ты идешь везде. Предварительно. Прикоснувшись к Всевышнему. Словами молитвы и словами Торы. Очень хорошо. Когда человек имеет возможность утром послушать какой-то урок. Открыть Тору. Послушать какой-то комментарий. Что-то поучить. И после этого выходить. Почему тут сказано в буквы Торы и молитвы. Вот здесь есть интересный комментарий. Я хотел вам его сказать. В принципе он больше еврейский момент. Но я думаю, что вам будет интересно. Это и понятно. Вот у нас вчера в шаббат перед наступлением нового месяца мы прочитываем весь Тигелин. Ну кто знает, это псалмы Давида. Такие составленные молитвы. Вот и перед молитвами там есть вступление. И там написаны такие слова. Вот я вам сейчас прочитаю. Специально записал. И вы поймете, что такое в буквы Торы. Потому что из букв состоят слова. И там сказано. Буду читать слово. Ну, перед молитвой. Когда ты начинаешь читать Ильин. Буду читать, словно произносил сам Давид. Человек молится Богу. Я буду сейчас читать вот эти вот написанные молитвы. Но прими их так, как будто их читал сам Давид. Да защитит нас его заслуга. И да постоит за нас заслуга его стихов. Заслуга их слов, их букв, их знаков. Огласовки и кантиляции. То есть человек, который умеет читать на иврите. Он видел буквы. Они имеют такие коронки. Потом есть специальные огласовки. Потом, когда читают Тору. Специально ее читают на распев. А-а-а-а-а-а. И стоит человек, прямо дирижирует. Да, то есть это не просто так. Это не просто информация, которую ты читаешь в книге. А это Всевышний дал таинство еврейскому народу быть священниками. И читать слова Торы. Произносить их в духовный мир. Специальной интонации, специальным мотивом, с которым надо произносить эти слова. И дальше человек молится и говорит, чтобы вот эти все огласовки и все, дабы искупить грехи и обрезать колючки и шипы, окружающие небесную розу. И наши мудрецы объясняют, что о чем здесь идет речь. Что когда человек читает Тигелим, вот с правильным намерением, включая в это сердце, усматривая все эти мотивы. Если ты просишь, ты просишь. Если ты благодаришь, ты благодаришь. Да, с мотивом справедливым, с намерением правильным. То что происходит, разрушаются вот эти нечистые силы, которые мешают соединиться тебе с небесами, или с небес, чтобы какое-то добро пришло к тебе. Вот почему очень важно читать Тигелим. Эта книга, она очень мощная. Ее читает весь еврейский народ. И так же самые слова Торы. Видите, как одна буква Бет, одна буква, сколько мы получаем из одной буквы. А можно говорить еще несколько суток из одной буквы. Это Тора. И это Тора, которую Всевышний дал всему человечеству. И когда такую Тору человек изучает, он действительно входит в ковчег. Потому что к нему приходит сила, меняется что-то в духовном мире, меняется в его образе мышления, меняется в его подобии чувств. И тогда меняется его поведение, тогда человек и становится образом, и подобен Богом. Он мыслит правильно, он чувствует себя адекватно, и его поведение тоже преображается. Он несет добро, а не зло. И тогда круги по воде. И можно сказать, что человек в какой-то степени старается быть праведным. Я просто боюсь произносить это слово, потому что сегодня часто, когда говорят праведник, ну каждый подразумевается. Кто-то считает, что это идеальный человек. Ну каждый по-своему. Поэтому я всегда говорю, старается быть праведным, или стремиться. Потому что мы всегда стараемся, идеальных людей нет. Их не было даже от начала, потому что мы считаем, что и Адам не был идеальный. Идеально просто не создал человек. Человек создал человека, чтобы он здесь трудился, и сформировал себя, и в конечном итоге все-таки сделал правильную свободу выбора, и стал жить по образу и подобию Бога. Вот это вот наша задача здесь. Для этого сюда душа пришла в этот мир. И это замысел Творца. Вот. И мы видим, что вот эти буквы, люди могут спросить, так а как же вот эти кантеляции, вот эти все буквы. То поэтому и сказано, что когда народы мира сказали, что Тора это Ветхий Завет, это они не поняли. А впоследствии они скажут, что мы придем взять иудея за цицит. То есть что это значит? Изучать эту Тору. Потому что Тора это не Ветхий Завет, а это ДНК мироздания. Поэтому мы хотим это изучать. И сказано, что и скажем, пойдем молиться в дом Бога Якова. Почему-то не в дом Бога Всемогущего, а в дом Бога Якова приравнивается. Все же понимают, что Яков это Израиль. Почему? И подключиться к молитве вместе с еврейским народом. Не те молитвы, которые выдумали раньше, в древности. Были различные молитвы, которые не знаю, до каких небес они доходили. Можно молиться много, но молитвы могут не уходить выше потолка. Знаете, есть такая майса. Один праведный человек зашел однажды в помещение молящихся и выходит. А ученики ему говорят, а чего ты выходишь? Он говорит, здесь очень душно, здесь молитвы не уходят выше потолка. Все это помещение наполнено лицемерными молитвами. Они не уходят выше потолка, я не могу тут дышать. То не все молитвы, они поднимаются туда. Не все, что говорит человек, оно идет туда. Вот. Поэтому народы тоже присоединятся. И когда все будут молиться, так сказано, все скажут, что Бог один, и будут служить Ему одним плечом, у них будут одни мотивы, чтобы мир пришел на землю, да, чтобы благосостояние пришло в каждый народ, чтобы ушли вот эти разделения все. Вот тогда вот и небеса откроются. Тогда и все это будет изменено, и тогда будет восстановление человечества, которое мы так все сильно ожидаем. Вот. Ну, наверное, вот, в принципе, все то, что я хотел сказать. Вот. Еще добавлю один очень важный момент. Вот. Что, ну, это мое мнение, я думаю, что многие мудрецы тоже так просто в этом комментарии Рэмэ про это не говорит. Но что такое еще войди в ковчег? Да. Мы это можем догадаться, так как была претензия, что люди были безразличны друг к другу. Точно так же сегодня. Что еще такое войди в ковчег, да, то ты сам молишься, ты сам учишься. Это стало обыденной твоей частью. Это хорошо, у тебя дела пошли на поправку. Но что еще важно, не забудь, что еще вокруг тебя есть тоже люди. Так же? Ты же можешь в этот ковчег ввести еще кого-то, не только свою семью. Свою семью это важно. Своих детей привезти на уроки, это очень важно. Своих друзей привезти на уроки, очень важно. Но тебе иногда попадаются люди, которых ты видишь, что они тонут, и ты случайно об этом узнал. Это значит, Всевышний доверяет тебе взять человека и привезти его на урок. Ввести его в ковчег, чтобы и он прикоснулся к словам молитвы, к словам Торы. Мне вчера один мой друг рассказал, ну, рассказал одну историю, он это услышал на уроке. Мы делимся просто, встречаемся и делимся. Тот там один урок получил, другой урок, и мы так обогащаем друг друга. Так он мне рассказал, он побывал на одном уроке и услышал там историю, как однажды, еще во времена НКВД, когда не выпускали людей из страны, расстреливали, к евреям очень плохо относились, там ссылали на каторгу. И была одна семья, но мужчина был, он был вдовец. И у него было 9 детей, если мне не изменяет память, 9 детей. Вот. И он написал письмо Рэбе, и Рэбе написал там в разные министерства иностранные, они ходатайслили, чтобы эту семью выпустили из Советского Союза, и как-то дали разрешение. Вот. Этот человек выехал, дали только его семье разрешение. И он, когда он приехал к Рэбе, и Рэбе говорит, так, ты вдовец, и у тебя 9 детей, сколько лет твоим детям? Он говорит, ну, самому младшему 14. Он говорит, смотри, ты бы мог еще вывезти с собой 9 женщин, ты бы мог оформить фиктивный брак, а время, когда убивали евреев, в это время, он говорит, ты бы мог сделать фиктивный брак всем своим сыновьям и себе, и еще, ну, только 14-му летнему не мог, и вывезти еще 9 женщин. Говорит, ты не подумал, ты мог бы спасти еще 9 душ. Так. Вот на этой хорошей, позитивной ноте я хочу закончить наш урок. Идея заключается в том, что нельзя проходить мимо людей. Если ты сам уже в ковчеге, то следующая задача, приведи в этот ковчег как можно больше. Потому что потоп продолжается, наказание продолжается, все эти принципы работают сегодня. Да. И когда тебе открыто, есть понимание, то ты можешь принести очень большую пользу, и тогда тебе так же скажут, вот такой-то, такая-то, муж праведный. Почему? Потому что есть порождение от этого человека. Это и люди, которых он спас, это и добрые дела, которые он вдруг в середине жизни начал делать, и все поменял. Да. Вот. Поэтому всем хорошей недели. Будьте здоровы. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok